Я иду за покупками и скоро вернусь. Дорогой, присмотри за детьми. Не волнуйся, дорогая. У меня всё под контролем. Дети, делайте, что хотите, только не мешайте мне спать. Нет, я сдаюсь. Где наши дети? Какие дети? Наши дети. Они... они сладко спят. Устали. Папа любит читать детям книжки, но дети совсем не любят его слушать. Водяная оттока начинается! Папа, берегись! Стреляешь безоружного. Я буду защищаться. Ладно, ладно, я сдаюсь. Давай усовершенствуем игру. Зальём спрайт вместо воды. Вот теперь атакуем. Точно в цель! Бау, я хочу с вами. Где шланг? Водяной залп! А, хватит! У нас был спрайт. Упс, неловко. Время позднее. Детка, пора спать. Не хочу спать. Ложись в кровать. Не буду! Посмотри на время. Засыпай. Спи, сладко. Я не собираюсь спать. Вернись в кровать. Ну ладно, у меня есть идея. О, поп-ит! Да! Не сердись. Посмотри сюда. Вау, поп-ит кровать! Я буду спать, мама! Сладких снов. А теперь мне нужен синий фломастер. Что вы здесь делаете? What? Ого, какой беспорядок! Привет, дорогая. Мы здесь рисуем. Привет, мам. Мы заняты. Может, вы найдете время и наведете порядок? Похоже, что нет. А если попробовать вот так? Начинаем баскетбольный матч. Кто наберет больше очков? Папа, сыграем в баскетбол. Отличная идея. Посмотрим, кто забросит больше бумажек в корзину. Есть! Я попала! А теперь бросок папы. Есть! Постепенно весь мусор переместился в корзину. Мой план сработал. И мама забивает в трехочковый. А здесь неплохо. Отличное место для игры в мяч. Ты подаешь. Готов? Лови. Ого! Пап, принесешь мяч? Естественно. Еще подача. Папа! Сынок, снова. Вот, держи. Теперь мяч будет в сетке. Прикрепляем к ноге. И вперед. Отличная идея. Пока сын играет, папа зависает в телефоне. В опасной близости от мяча. Упс. Дети без ума от компьютерных игр. Детка, ты занята? О, нет. Так моя дочь превратится в горбатую старушку. Доченька, спину нужно держать ровно. Вот так. Эх, это не помогает. Придумал. Ремень безопасности всегда выручает. Теперь можем играть дальше. Никого. Вот удача. Отключить телефон. Только я и йога. И дети. Вдох. Выдох. Внутренний баланс. Равновесие. Равновесие. Нет, я отдаюсь. Вы готовы? Джойстик тебе. И тебе. У каждого своя медитация. Спокойной ночи, милая. Спи сладко. Пройду уровень. И тогда буду спать. Что за звуки? Неужели это телефон? Мама? Я сплю. Значит, телефон. Ну, ладно. Мама-ниндзя незаметно поменяет телефон на маску для сна. Миссия выполнена. А где телефон? Мама-ниндзя незаметно. Мама-ниндзя незаметно. Мама-ниндзя незаметно. Детка, время принимать душ. А я постерегу здесь. Где мой телефон? Ой. Папа, папа. Забыла о надувной круг. Держи. Привет, пап. Папа. Что? А-а-а. Лучше, чем в бассейне. Обед почти готов. Что за шум? О, нет. Когда вы успели здесь все перевернуть? Ладно, пора перекусить. Присаживайтесь и приятного аппетита. А чтобы было веселее, на котлетке можно что-нибудь нарисовать. Дети в восторге. Вау, это шедевры. Вот такие талантливые. Мама зашла в комнату. Милая, привет. Что делаешь? Папочка, я рисую куколку. Но у меня не очень получается. Тебе повезло. Папа знает одну хитрость. Мы берем рисунок, накрываем прозрачным пластиком. И сверху кладем лист бумаги. Подсветим фонариком. Можешь обводить. Ну вот, получилось просто замечательно. Папочка, спасибо! Мне понравилось так рисовать. Дети, в чем дело? Мам, я локоть поцарапала. Сейчас, милая, мама все вылечит. Это? Нет. Или это? Нет. Может, это? Нет. Поп-ит-пластырь? Да. То, что нужно. Поп-ит. Это не игрушка. Вау. Монстр на кровати. Ну-ка. Ах, вот это кто. Мама, застелить одеяло не получается. Не переживай, я тебе помогу. Для начала выворачиваем пододеяльник на изнаночную сторону. Затем ровно расстилаем. Сверху стелим одеяло. Скатываем пододеяльник вместе с одеялом. Заворачиваем края одеяла в середину пододеяльника. И аккуратно разворачиваем. Вот и все. Ничего сложного. Нравится? Вау. Лучшее место для боя подушками. Понравилось наше видео? Тогда напиши в комментариях, какой лайфхак понравился тебе больше всего. И не забудь поставить лайк этому видео. Подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые веселые видео. На канале Трум-Трум.